Я приветствую вас, возлюбленная и благословенная Церковь Соса Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви снова богослужения. Приглашаем всех. Давайте сам помолимся. Наше богослужение начинает с причастия. Возьмите хлеб, возьмите демографию ссо, причащайтесь вместе с нами, будьте участниками того, что Господь будет открывать нам сегодня на всем месте. Дорогой Небесный Отец, спасибо тебе за день сегодняшний, воскресный, чудесный, солнечный. Этот хлеб – это тело твое, это вено – это кровь твоя. Ты сказал, ешьте мое тело, пейте мое кровь и будьте мячусь вечным. Ты хлеб, честнебесный, но в вено Царства Небесного. Я защищу тебя, не умрю, твой век. От престола Бога Ягонца я провозглашаю, что Твоя, Твое Царство Небесное, Твое Царство Божие распространяется по всей вселенной, через нашу Церковь. Успех наш для всех очевиден во имя Иисуса Христа, то, что мы проповедуем в Евангелии о благодати Божьей, в Евангелии внедрения, бессмертия, омоложения, регенерации во имя Иисуса Христа. И Бог сократил дни скорби для того, чтобы спаслась моя плоть. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Потому что мы верим, да, многие верят, что душа спасена, да, что дух спасен, а вот что плоть спасена, мало кто верит. А мы верим, да, что и дух, и душа, и тело сохранятся без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Утверждай, Господь, это слово Твое, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Веселитесь в небеса, обитающие на них. Аллилуйя. И горе, живущим на земле, ибо к вам сошел дьявол, и на ярости, потому что немного ему осталось времени. Давайте будем мудрыми, да, начеку, во имя Иисуса Христа, чтобы нам твердо стоять в своей вере. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Это наша молитва. Сегодня, Аллилуйя, окрывайся нам, еще больше утверждает, все Твое, во имя Иисуса Христа, все то, что непоколебимое, которое вовеки не разрушится, это Твое Царство. Твое Царство – это мое Царство. Аллилуйя. А мое Царство – это Твое, Господи, Царство. Аллилуйя. Потому что все мое – это Твое, а все Твое – это мое. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Все устрояй, Господь, сегодня, открывай уши, сердца, глаза, способные видеть, слышать и принимать сегодня то Слово, которым ты хочешь нас. Накормить во имя Иисуса Христа. Оживить, воскресить, исцелить, освободить во имя Иисуса Христа. Наполнить нас Твоей радостью, Своей Божественной жизнью во имя Иисуса Христа. Своей вечностью во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Этим раем наслаждения во имя Иисуса Христа. То, для чего ты умирал на кресте, то, для чего ты искупил нас от этой циедной жизни. Для того, чтобы мы освободились от этой циедной жизни с драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Во имя Иисуса Христа. Пусть желание праведника сегодня исполнится во имя Иисуса Христа. В тот час, как только мы попросим, в тот момент, когда мы только подумаем, только скажем во имя Иисуса Христа. Все это желание исполняется во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Все негативное под нашими ногами. Мы это топчем. С этими ногами. Дьявол под нашими ногами во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. А земля под ножи ног моих, а небеса – это мой престол. Аллилуйя. Потому что Твой престол, Господь, это мой престол. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Я сидящий на великом белом престоле. И лицо мое превосходит солнечное сияние от лица, которое бежало небо и земля. И не нашлось им места. Аминь. Ешьте это все. Ешьте это все. Ешьте это все. Давайте, возлюбленный, споем песню-молитву, которая называется «Отомстить». Она родилась 8 апреля 2011 года. Молитикой друг мой. Песня-молитвами со мной. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава нашего Господа. Брагоценное. Будем провозглашать сегодня, кто мы есть по Христу Иисусу. Не будем нарушать традицию нашей церкви. Сегодня провозглашаем братья в мужском роде, сестры в женском роде. Я и Христос одно. Повторяйте со мной. Я и Отец одно. Я обновляюсь духом ума моего. Я бессмертна, я бессмертен. Я не тленна, я не тлен. Я имею жизнь с избытком. Я богата на всякое доброе дело, имея всякое довольство. Я исцелена равным Иисусу Христа. Я любимая невеста Иисуса Христа. Я любимый жених Иисус Христос. Я любимая дочь небесного отца. Я любимый Сын Небесного Отца. Я желанная и вожделенная. Я чистая и совершенная. Я победила мир своей верою. Я никому ничего не должна, кроме взаимной любви. Я искуплена кровью Христа от своей едной жизни. Я искуплен кровью Христа от своей едной жизни. Я прославлена, я прославлен. Я вознесена, я вознесен. Я воскресла Христом, я воскресла Христом. Я оживотворена, я оживотворен. Я посажена на небесах во Христе Иисусе. Я прекраснейшая женщина, я прекраснейшая юноша. Я словно лилия среди тернии, то я возлюбленная твоя среди девиц. Я словно яблоня среди весных деревьев, то я возлюбленный твой среди юношей. У меня ум Христов. У меня мудрость, сходящая свыше. Я благословенна, я всезнающая, я всезнающая. Я вездесущая, я вездесущая. Я всемогущая, я всемогущая. Я чудесная, я чудесная. Я сверхъестественная. Я талантливая. Я милосердная. Я долготерпеливая. Я многомилостивая. Я истинная. Я великолепная. Я величественная. Я кроткая. Я праведная. Я святая. Я непорочная. Я благодарная. Я блаженная. Я совершенная. Я радостная. Я веселая. Я успешная. Я насыщенная. Я блестающая. Я плодовитая лоза. Я плодовитая. Я славная. Я славная. Я аминь. Я аллилуйя. Аллилуйя. Я сидящий на великом белом престоле. Я новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, как невеста украшенная для мужа своего. Аллилуйя. Я новый город Иерусалим. Аллилуйя. Слава тебе наш небесный Отец. Я храм Божий. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Ну что, дорогая Иерусалима. Давайте будем размышлять уже над Словом Божьим. Бытие 2.21. Давайте откроем. Бытие 2.21. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плочи. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Закрыл то место плочи. Навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плочи. То есть, если вы хотите жену, да, то нужно уснуть. Аллилуйя. Уснуть так, чтобы не думать. Да, не думать. Вот. Чтобы у тебя был помощник, да, подобный тебе, да, надо уснуть. Да. Надо так уснуть, чтобы не думать уже. Да. Об этом помощнике, что вот мне плохо, вот, одному. Вот. Нужно уснуть так, чтобы забыть об этом. Вот. И тогда Бог, да, то, что написано. Вот. Взял одно из ребер его и закрыл то место плочи. И вот из этого ребра взятого человека, да, создал Господь жену и привел ее в человека. Аминь. То есть, этот сон порой дается, да, вот для того, чтобы что-то совершить, да, для того, чтобы нам было хорошо. Аллилуйя, слава Господу, да, для того, чтобы был помощник, да, для того, для нашего предназначения, для чего Бог нас создал, для чего Бог нас сотворил. То есть у нас должно быть какое-то предназначение в жизни, да, и тогда нам нужен какой-то помощник, чтобы это предназначение осуществить. Вот. Господь посылает нам людей, Господь сам является нашим помощником, да, по Новому Завету написано. Ибо Господь помощник мой, не убоюсь, что сделать мне человек. Да. То есть, когда в нашей жизни Господь помощник, да, то, аллилуйя, слава Господу, все, что нужно, прилагается. Все, что не нужно, отсекается, все, что не нужно, как мусор, просто отшелушивается, да, как кожа, которая старая, уже ненужная, да, вот, отшелушивается все, как грязь. Вот, все, что не нужно. Нам главное прилепиться к нашему помощнику, самому главному, это Иисус Христос, наш помощник. Аллилуйя, который делает все для того, чтобы мы процветали, для того, чтобы мы радовались, для того, чтобы мы риковали, торжествовали, наслаждались этой жизнью, чтобы наслаждать этой жизнью и счастьем, которое Господь нам дал, да, к нам присоединилось как можно больше, больше людей к нашему счастью, да, захотели также. Быть таким же счастливыми, как мы, да, если мы действительно счастливы с Господом, если мы действительно осознали, поняли, да, вкусили, как благ Господь, какой Он помощник, как с Ним хорошо, что мы с Ним наслаждаемся, когда Он с нами, когда у нас с Ним все хорошо, когда у нас с Ним близкие отношения, да, с Богом, и не просто близкие, даже интимные, романтические отношения с Богом, вот. То есть, эту сферу, да, вот, когда человек ищет, хочет быть любимым, быть самому любить, вот, пожалуйста, вам есть Господь, которого можно любить, который любит нас. Ты никогда не один, если с Тобой Иисус, если с Тобой Господь. Аминь. И это и есть вечная жизнь, когда мы избавлены от суетной жизни, то есть суетной жизни, да, то есть быть такими, как все, стараться быть такими, как все. Но нам нужно, да, понять свое предназначение, для чего Господь нас создал, вот, и двигаться в этом направлении, вот. Делать то, что тебе нравится, делать то, что приносит тебе радость, делать то, что приносит тебе наслаждение. От чего ты счастлив, от чего ты кайфуешь, от чего ты, что у тебя лучше всего получается в жизни, да, аллилуйя, да, ты, тебе радостно, ты от этого наслаждаешься, и тебе хорошо. Вот. Аллилуйя, слава Иисусу. Ну, в моем случае я люблю то, что у меня хорошо получается, это петь, вот, и этим я сам занимаюсь, и очень часть своего времени, да, ну вот, можно сказать, то дело, то, что я делаю, то, что мне нравится делать, я пою. Вот. Я пою, вот, это мне нравится делать. Вот. Играю, пою, вот. Вот. Это лучше всего у меня получается. Ну, не знаю, насколько у меня получается проповедовать, потому что я уже давно, ну, я помню, как я раньше проповедовала вообще медленно, но сейчас я уже могу быстрее проповедовать, я уже могу быстрее все выражать свои мысли. Вот. Вот. Все это просто, все это не так заумно, не какими-то научными терминами, словами, просто, чтобы доступно было даже ребенку. Вот. И мне нравятся такие проповедники, которые доступно все объясняют, вот, простыми словами человеческими, не какими-то там замудренными, да, вот, ну, чтобы пока выказать свой ум, да. Вот. Вот именно, чтобы было доступно для всех, да, доступно любому человеку, вот, донести эту радостную весть от Евангелия, благодати Божьей. Бытие 15.12, Бытие 15.12. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Крепкий сон напал на Авраама. Вот такой сон страшный затем приснился. Напал на него ужас и мрак великий. Аллилуйя! То есть бывают такие сны, да, вот, что, ну, как говорят, кошмар приснился там. Ну, вот Авраама приснился кошмар. Это еще когда Бог ему не давал новое имя, Авраам. Он был просто Авраам. И он сказал, глотыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? То есть Бог пообещал ему землю, да, многочисленное потомство, да, и обещает дать его семьи землю десяти народов. То есть много земли обещал, что он будет владеть этой землей. Он говорит, как это я узнаю, что ты мне действительно, что это так? И Господь сказал, возьми мне трехлетнюю телецу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы. Но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знаю, что потомки твои будут пришельцами в земли не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произвезу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь попридом старости доброй. Почему эта проблема к Аврааму вдруг пришла? Зачем она вообще нужна была? Эта проблема, да? Написано, потомки твои будут пришельцами в земли не своей, поработят их. Вот зачем вот это нужно было, чтобы их поработили? Вот. Ну, потому что Господь, да, сказал ему, что надо вот взять, что надо взять, да? Трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу молодого голода. Ну вот. Птиц почему-то он не рассек. Наверное, нужно было птиц тоже рассечь, понимаете? Вот. Если бы птиц рассек, то мне возможно, чтобы эта проблема бы не наступила. Да? Что вот их поработят и будут угнетать их 400 лет. Да? Вообще бы эта проблема не пришла, если бы он птиц тоже рассек пополам, да? Ну вот. Я не знаю, почему он этого не сделал. Почему не рассек птиц? Вот. Вполне возможно, что, что, да, вот мы как-то принимаем-то вот что-то крупное, да, в своей жизни. Что-то крупное, вот я тебе, Господь, что-то вот крупное принесу, а вот мелкое. Ну зачем я тебе буду вот это мелочью, вот это вот зачем, вот это самое все. Вот. Порой людей мы тоже так рассматриваем, да, вот. Ну вот этот вот в богатые одежды пришел, а этот какой-то нищий, там, дедный, там, самое. Вот. И как-то вот, знаете, вот такое отношение, вот, даже к людям тоже вот какое-то предвзятое отношение, да, и цеприятие какое-то оказывается. Вот. Второе, вот, да, нам нужно действительно, да, вот, если приносишь жертву, да, вот если ты любишь, да, кого-то, то люби не только тех, кто тебя любит, да, но и тех, кто тебя ненавидит, тоже люби. Ну, это получается, что, ну да, легко, конечно, любить, да, вот, тех, кто тебя любит, да, попробуй любить тех, кто тебя ненавидит, вот, их тоже надо любить, знаете, то, что мы сегодня пели с вами, давайте как-то, ну, что ли, не разделяй, ну, как сказать, да, что я буду только этих спасать, вот эту категорию людей буду спасать, а этих не буду спасать, знаете, вот этому я буду проповедовать, а вот этому не буду проповедовать, вот этого я буду в церковь отпускать, а вот этого не буду я в свою церковь впускать, понимаете, Господь, вот, так нельзя делать, потому что, вот, что сказал Господь, да, потомки твои будут пришельцами земли не своей, ну, вот, зачем нам такие проблемы, да, нам не нужны вообще, нам не нужны проблемы, вообще никакие, чтобы какие-то испытания происходили в нашу жизнь. Это не надо. Раз Бог нас называет своими детьми, так давайте статус чистых детей оставаться. Господь, потому что они лицеприятны. Он любит всех. Особенно он находился среди людей, которые нуждались в исцелении. В больни. Именно в больни. Потому что они больше всего нуждались во враче. Вот. И поэтому у меня и песни все такие, знаете, для разных категорий людей. Да. И для всяких там. Даже для фарисеев. Даже для убийц. До самых последних там. Я не знаю кого. Которого общество вообще в мире не принимает. Но церковь, она принимает всякого. Я помню, смотрела видео, там, как одного бомжа, он весь в шею, с него сыпется, там. Вот. Братья его помыли, там, самое. Служение было такое. Вот. Я, конечно, вот, я не знаю, насколько я близкливая. Да. Но короче, но Господь посылал в мою жизнь. Да. Сюда женщину одна приходила. Вот. Она от нее очень нехорошо пахла. Вот. Но я, знаете, не говорила, а, от тебя хохоха пахнет, давай выходи отсюда. то есть все, что было с моей стороны возможно, на тот момент, период моей жизни я делала. То есть я принимала ее, вот, самое, давала одежду, там, еду, вот, помыться, там, все такое. И когда я спрашивала, ну, вот, что мне делать, как мне помочь этой женщине. Потому что я еще работала, вот, и мне как бы не дали совет, что делать, ну, потому что человек с улицей, знакомый, как бы один раз в неделю я могла ей послужить. Ну, все остальные дни я работала. То есть в мирской работе я работала. Вот. У меня не было так, чтобы я могла посвятить все свое время Богу. вот, но сейчас своими талантом, то, что я могу, я, вот, помирю свои сил и возможности выхожу, пою, вот, для того, чтобы люди могли услышать Евангелие, вот, чтобы развились все сомнения, всякое заблуждение насчет нашей Церкви, насчет того, чем занимается наша Церковь, вот, если человек мудрый, да, если он плодус своей совестью, вот, он, наверное, должен отличить, где, что Богу больше нравится, да, что для Бога важнее, что, как тебе нравится, как я верю или как ты веришь в Бога, как ты думаешь, Богу как понравится, как я верю или как ты веришь в Бога, вот, этим, это и будет ответ на вопрос, да, где истина, где истинная Церковь, давайте откроем Иов 28, книга Иов 28, Иова, глава 20, 8 стих, «Как сон улетит и не найдут его и как ночное видение исчезнет». Это вот описание, значит, нечестивого человека, вот, высказывание Сафара одного из друзей Иова, он говорит, что нечестивый, как сон улетит и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. И слава Господу, слава Господу. А вот Иов, он говорил, что нечестивые, они тоже благоденцы, как бы, вообще, вот, солнце светит и над пленей, и над добрыми, вот, они живут, они, все у них хорошо, вот, и, как сон улетит и не найдут его, как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его, место его. Сыновья его будут заискивать в нищих, руки его возвратят похищенные им. Кости его наполнены грифами юности и с ним лягут у них прах. Если сладко во рту его зло, и он стоит его под языком, бережет, не бросает его, а держит его в устав своих, то эта пища в утробе его превратится в желчь, со спидов внутри его. То есть, все плохое наговорил, на этого нечистиво, что с ним случится. Вот. И сравнивается сном, которое улетит. Ну, с одной стороны, это, конечно, мы бы хотели, да, мы бы хотели, конечно, возьмись, если нечистиво, под справедливость тебя, под справедливость. Ну, что говорит крест, на котором умирал Иисус, что он, Иисус, именно умер на нечистивых, именно за таких нечистивых, про которых говорил Сафар, да, что он как сон улетит. Теперь он как сон не улетит, потому что Иисус за него понес наказание. Вот. Для того, чтобы нечистив жил вечно, чтобы нечистив наслаждался, чтобы нечистив и благодельствовал, процветал и так далее, и тому подобное. Потому что Иисус изливает благодать, благодать, милость свою, любовь свою, тем самым исцеляет, исцеляет, да, вот, все вокруг себя. Вот. Вот. Всю, всю атмосферу исцеляет любовью своей, потому что мы не можем победить зло, да, зло. Зло побеждает только добром. И то, что мы делаем добро даже злому человеку, даже плохому человеку, вот, это и является исцелением, это и является благодатью, это и является характером Иисуса Христа, это и является, когда ты желаешь, да, своему врагу, да, ну, если он даже нечестивый, да, страдает от него, ты сам страдаешь от этого человека, но желая к чему всего самого доброго, всего самого хорошего, не так, чтобы, да, да, тебе Бог, ну, как бы, отомстить тебе, да, за то, что вот я тебе пожил, а нет, вот от самого стекста желаю тебе вот именно хорошего, когда желаешь, да, это ясно, что это приведет его к покаянию, потому что вот строгость Божия же ведет к покаянию, а строгость в чем заключается, да, когда кризис какой-то происходит в жизни человека, да, потому что вот ты ему пожелал хорошего, вот, не ты мстишь, да, своими силами, а именно Бог производит такие обстоятельства в жизни человека, когда он именно смиряясь приобретает, да, Христа в своей жизни, да, Бог поднимает его, Бог говорит, все, ты уже не исчезнешь, как этот сон, как сновидение, как ночное видение, ты не исчезнешь, ты не улетишь, как сон, да, ты пребудешь вечно, аминь, и от 413, и от 413, предель размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, Аллилуйя, Аллилуйя, это, значит, размышления Лефата Симонитянина, одного из друзей Ива, он говорит именно о духе, которого он увидел, да, среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряг все кости мои, и дух прошел надо мной, дыбом стали волосы на мне, то есть, когда пришел какое-то существо духовное, не знаю, наверное, на черт к нему явился, вот, что он так испугался, я не знаю, какое-то духовное существо, не обязательно черт, это может быть даже ангел, вот, ангел Божий, падший ангел или не падший ангел, но какое-то духовное существо явилось от ночных видений, и, илифант, симонитянин, он так ужаснулся, он так испугался, вот, что даже волосы на нем стали дыбом, вот, и действительно духовные существа есть, духовные существа существуют, но, я, знаете, знакома с самим Иисусом Христом, но волосы на мне дыбом не стоют, потому что Бог избавил от страха, Бог избавляет от страха, Он дает свободу, потому что поселилась, когда в тебе поселяется Иисус, это совершенная любовь, да, она изгоняет страх, вот, и тебе не страшно, вот, потому что Бог Господь, Он за тебя, тебе не страшно, страх в том, чтобы не делать что-то, да, то, что не достоин тебя, не делать того, что не достоин Сына Божьего, чем страх, это мудрость Божья, вот, и в остальном мы, нам не страшно, потому что мы знаем, что Бог за нас, если Бог за нас, то кто против нас, да, волосы дыбом у нас уже не встают, да, что бы там ни было, Псалом 90-е говорит о том, да, даже если там война, я тогда буду надеяться, ну, это не Псалом 90-е, это другой Псалом, но там, когда стрелы летят, да, когда пули свистят, и так далее, и то ты не боишься, да, вот, даже если ядерная война, там, или еще что-то, там, какие-то моря, болезни, вот, это все мимо тебя проходит, вокруг тебя все болеют, а ты вот здоровый, понимаете, это и есть, когда ты, духовное существо по имени Бог, по имени Иисус, стало твоим естеством, да, стало твоим я, аллилуйя, это Святой Дух, аминь, слава Господу, волосы дыбом на нас уже не встают, все нормально он, с Богом отношения хорошее, Экклесиас 5.11, Экклесиас 5.11, сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресвящение богатого не дает ему уснуть, аллилуйя, слава Иисусу. Знаете, вот, когда зимой, у меня порой, ну, у меня всегда было, что есть, ну, вот, я жила в скудости, можно так сказать, на каждый день, там, Бог давал мне еду, на каждый день, у меня не было запасов, каких-то, знаете, который, там, холодильник, там, пол, у меня вообще не был холодильник, потому что не было электроэнергии, поэтому мне приходилось только надеяться уповать на Господа, и тем более я не работала, и не работаю, до сих пор не работаю, но Господь, его мне заботится. Вот, и мой труд заключался в том, что я всю свою жизнь, все свое время посвящала Богу, да, и отдыхала, просто отдыхала. Вот, и мало ли, много ли я съела, вот, сладок сон трудящегося, сладок сон, вот, когда, вот, день на долгоденствие, да, дней твоих, когда ты много чего успел за день, да, и все успеть сделал, то ты спокойно засыпаешь, все хорошо, ты успокоился, все хорошо, все ты успел, все сделал, вот, много ты съел, или мало ли ты съел, вот, что значит присвящение Богатого не дает ему уснуть. да, потому что не надо обжираться, потому что обжирство – это грех, вот, не дает ему уснуть, потому что счастье не в том, да, чтобы там, ну, набить там свой желудок, вот, это хорошо, когда мы досыта наедаемся, все такое, но вот, честно говоря, мне не было бы спокойно, я бы не спала спокойно, если бы знала, да, что вот еда, которую я ем, там, ну, это присвящение, там, какое-то, да, в моей жизни, вот, когда уже там лишний вес, вот, и думаешь, там, как бы избавиться от этого лишнего веса и так далее, не можешь уснуть, там, из-за этого лишнего веса, там, какие-то проблемы со здоровьем, там, какие-то, там, еще какая-то низкая самооценка, или, там, какие-то неудачи в своей жизни, да, вот, и не можешь уснуть, потому что это присвящение богатого, ну, то есть, богатый не должен присвящаться, даже если он богатый, его богатство должно быть использовано для того, чтобы как можно большему количеству людей своим богатством, да, это богатство использовать для пользы, большого количества людей, то есть, распределять свое, свои финансы, свои имущества, там, все свои, эти ресурсы, которые Господь дает, да, много богатства для того, чтобы расславлялся именно Бог, для того, чтобы расславлялся Иисус, для того, чтобы как можно большему количеству людей жилось лучше, хорошо, вот, радостно, веселее и так далее, вот, для этого Бог дает деньги, да, умным людям, которые там проекты какие-то создают, строительство, там, какие-нибудь комплексы для того, чтобы там, спортивных комплексов, там, еще каких-то, ну, там, что-то еще, чтобы процветало, процветал город, ну, там, и так далее, процветала страна, и так далее, вот, 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 и, но когда присущается сам для себя, да, вот эти деньги, вот как бы, это богатство, там, присущение, вот, всем этим богатцами, там, когда человек тратит, не умеет распоряжаться, деньгами, они его просто убивают, они его просто, когда человек плохо спит, во-первых, он стареет быстро, вот, когда он плохо спит, он, ну, просыпается с плохим настроением, там, и начинает, там, рычать на всех, там, кто вокруг, да, на своих ближних, и так далее, и тому подобное, и вот, знаете, вот как карточный домик разваливается, знаете, такая жизнь у человека, который вот, не стоит с ноги встал, ну, вот, плохо спит, ну, поэтому нам очень важно, да, спать, потому что, Библия говорит о том, что возлюбленному своему Богу дает сон, но это мы потом прочитаем, зайдем мы до этого стиха, давайте откроем, Иеремия 31, 26, Иеремия 31, 26, Иеремия, 31, 26, Иеремия 31, 26, Иеремия 31, 26, при этом я пробудился, посмотрел, и сумма был приятен мне, на ней, поручился, так, это Иеремия пророчествует, что он уснул, да, по пророку был сон, который был приятен для него, вот наступает, и говорит, когда за сей дом израиль, будем семьей человека, семьей коса, и как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая, насаждая, говорит Господь, Аллилуйя, все дни уже не будут говорить, а ты ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомлено, но каждый будет умирать за свой собственное беззаконие, кто будет есть кислый виноград, а то его на зубах и оскомлено будет, и вот наступает, говорит Господь, когда я закричу, дом Израиля, дом Иуды, новый завет, ну вот, новый завет, по которому сейчас живем, новый завет Господа нашего, Иисуса Христа, вот, а вернее пророчество именно об этом новом завете и новый приятный сон. Если нам снятся приятные сны, значит, что это очень хорошо, это хорошее предзнаменование, что все будет удачно складываться, все будет хорошо складываться в нашей жизни, когда хорошие сны снятся, а любые, когда приятные сны снятся. Поэтому нам нужно, да, ну вот, высыпаться, нам нужно хорошо спать, когда сны братья и сестры, надо высыпаться, в любом, потому что, когда ты спишь, это тоже ты общаешься таким образом с Господом, потому что сам Господь, написано, он почил, он отдыхал от всех дел своих. И этот сон, который нам дает Господь, мы должны тоже его использовать, его благо, для храма Господа нашего, для храма Святого Духа, нам нужно спать. И сон, обыкновенный сон, а есть еще сон, как метафора, то есть сон, когда мы спокойны, когда у нас мир на душе, несмотря на то, что там вокруг, не знаю, самая худшая, да, это война, несмотря на то, что вокруг нас хаос, или еще какие-то болезни, но в нас самих этого нет, понимаете? Нас владычет мир Божий, это есть тоже сон, понимаете? Когда ты вошел в покой Божий, войти в покой Божий, это сон, тоже. Даниила 7.1 Даниила 7.1 Первый год Волтасара, царя Бавилонского, Даниил увидел сон и пророческие видения головы своей на ложе свое. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Аминь. 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 Я порой тоже у меня любит дневник, я записываю там смыслы, какие-то свои сны, которые у меня снятся, вот, тоже записываю. Но это относительно моих личных отношений, вообще, моей личной жизни, вот, Бог подает мне сон. И через эти сны, как бы, я тоже с Богом общаюсь, через эти сны, я как-то их сама расшифровываю, эти сны, как-то истолковываю, и вот, таким образом разговариваю с Богом. То есть, Бог через сны, через сон со мной разговаривает, какие-то знаки дают честные, мне тоже, ну вот, я могу, даже без всякого сонника, вот, как бы, рассказать значение этого сна. Вот почему мне этот сон приснился, к чему этот сон приснился. вот, и, вот, недавно мне приснился сон, даже, по-моему, сегодня, или вчера, по-моему, сегодня приснился. Короче, лежали деньги, как будто, на, ну, в общем, какое-то здание было, вот, и мне нужны были деньги. Я взяла, короче, какие-то деньги, какие-то купюры, очень незнакомые, большие, ну, взяла, втайне как-то взяла эти деньги и пошла, значит. И, потом мне какой-то мужчина встретился, и, он, как будто бы во мне, в теле моем, рыба была, понимаете, много рыбы, но ее не видно, она в теле, и этот мужчина вытаскивал рыбу из меня, прям, из моего тела, вытаскивал, и он все не вытащил, мне нужно было бы, чтобы он не всю рыбу, короче, вытащил из меня, чтобы что-то мне осталось, в общем, и, короче, он огнул рыбу, он не заметил там все, что, всю эту рыбу во мне не заметил, я пошла, и, в общем, кто-то увидел во мне эту рыбу, а мне нужно было скрыть, понимаете, что во мне рыба есть, вот, и когда я узнала, что люди узнали, что во мне рыба есть, понимаете, в моем теле прям рыба есть, она как-то торчала, знаете, на боку как-то торчала рыба во мне, вот, и мне что-то так стыдно стало, вот, что вот рыба во мне торчит, но вот я не знаю, вот к чему-то цон, так как вот наше тело является, является храмом Святого Духа, да, вот, ну, и рыба, как бы, это вообще символ христианства, и Господь, Он избрал учеников, да, ну, и Он говорит, оставь сеть и следуй за Мной, да, я сделал тело в Сум-Человеке, и вот то, что я поймала, там, может быть, тайна, я не знаю, это во мне, там, рыба, которую вытаскивали, какой-то мужчина из меня вытаскивал вот эту рыбу, вот, из моего тела, вот, и думаю, почему мне было стыдно, что вот он вытаскивал эту рыбу, вот, из моего тела, но я думаю, что Бог влечет, да, вот у нас здесь очень много приезжих, да, приехало, вот, и, а я пою постоянно, и на меня обращают внимание, там, много там мужчин, вот, иностранцев, вот, и, оказываются знать внимания, знаете, вот, и у них на уме, а женщина, это как объект сексуальных сожделений, вот, и для меня, вот, тело, оно, как бы, является нашим храмом Святого Духа, да, вот, и, такие люди не задумываются ни о душе, ни о сердце, это просто похоть, это просто похоть, вот, через вот, вот это даже, вот, как бы, я доношу о Христе, об Иисусе Христе, через вот это вот проповеду, вот, цепляю их тем, что проповедуем Христа Иисусом, вот, и, ну, вполне возможно это и есть, ну, как бы, исполкование от вас, что, как бы, своей привлекательной, как бы, внешностью, да, как бы, узами человеческими Бог влечет к себе, как-то, потому что я тоже в церковь, знаете, ходила, так, влюбилась там в одного брата и ходила не то, чтобы ради Иисуса, ради Иисуса тоже, вот, но в основном я хотела, ну, вот, увидеть снова этого брата, вот, и ходила, так, знаете, вот, и узами человеческими Бог ведет нас к себе, и, знаете, вот, как человек может и христианином стать, потому что, мусульман, в основном много понаехал, может стать христианином, ускорить, не ускорить, ну, в смысле, хотя бы послушать Евангелие, да, вот, что такое христианство, вообще, чем он отличается от Ислама, вообще, вот, я даже не знала, чем он отличается, оказывается, они вообще не верят в крест, не верят, что Сын Божий умер на кресте за наши грехи, во все верят, что Иисус вознесся, а то, что Он умер и воскрес, и не верят, оказывается, понимаете, вот, я теперь знаю разницу, в чем, чем отличается Ислам от христианства, вот, чем отличается истинная вера от уже Христа, вообще, это уже Христов, вот, то есть, победует Иисуса Христа, пришедшего по плоти, да, тот от Бога, это Дух от Бога, я вам говорю, я Христос, пришедшего по плоти, Аллилуйя, слава Иисусу, Деяние 29, Деяние 29, Деяние 29, во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Ефтик, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувший сон, упал вниз третьего жилья и поднят мертвый. Сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. Вот не надо, наверное, на окне сидеть, да, потому что окно, это вот как бы написано, что вов, да, приходит через окно, вот, не через дверь, а через окно, вот, поэтому не надо было на окне сидеть, чтобы это не получилось. Вот, и надо входить в дверь, да, входить в дверь, кто входит в дверь, да, кто входит Иисусом Христом. Аллилуйя. Здесь тоже вот откровение Божие, что, да, будем ходить через Иисуса Христа, не какими-то окольными путями, да. Вот, и беседа была продолжительная. Получается, они всю ночь, понимаете, он уже уснул в такой степени. Вот, это было воскресенье, до полуночи они беседовали, вот так долго беседовали, и все никак не договорились, так интересно было, все так было смачно слушать. Ну вот, тот, который сидел на окне, он уснул. Знаете, почему? Потому что смотрел в окно, кто там ходит, туда-сюда, и, вероятно, не сильно так вникал в то, о чем говорил апостол Павел, потому что отвлекался, да, от того, что он говорит, не сосредоточился. Вот, поэтому и уснул. Вот, но слава Богу, что, что Павел, сойдя, пал на него и обняв его, сказал, не тревожьтесь и выдушая его в нем. Пройдя, житель, он их лет и спустил, беседовал довольно, даже до рассвета, потом вышел. Видите, он, с третьего тоже сошел, просто пал на него, представляете, лежит мертвый юноша, и апостол Павел прям впал на него. Понимаете? Не написано, что лег, а впал на него. Прямо упал на него. Понимаете? И написал, так же пал. Вот он упал с третьего этажа, а апостол впал на него. Ну вот. И и обняв его, сказал, то есть он обнял его и сказал, не бойтесь, не тревожьтесь и выдушай его в нем. Потом они зашли опять на третий этаж, преломили хлеб, преломили хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета. То есть до полуночи они, потом этот юноша упал с окна, потом еще всю ночь до рассвета беседовал довольно, потом вышел. Двенадцатый стих. Между тем отрока привели живого и немало утешились. То есть между тем, между полуночью и расцветом, вот в этот период, ночное время, да, он ожил. Вот. И они утешились. Привели его живого. Алиумия стала острым. То есть апостол по приводным хлеб. То, о чем он говорил, то, о чем он проповедовал о воскресении мерцах, то оно Бог засвидетельствовал, что вот действительно, да, что воскресение мерцах, оно налицо вам, тут же свидетельство. Псалом 126.2 Псалом 126.2 Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб и чай, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Аминь. Слава Господу. Знаете, я помню утреннюю молитву, когда она была рано вставать, идти на утреннюю молитву, когда я ходила в ревизорную организацию, вот, которая называется Церковь Благодати, так вот, там нужно было каждое утро вставать, я вставала каждое утро, я так люблю спать, мне не приходилось вставать, я все равно вставала, это была какая-то, я не знаю, что это было, это страу уже было, или что, боязнь попасть в ад, или что, ну, вот так была запугана я вот до такой степени тематом, что, вот, боялась вообще, ну, вот, чтобы проспать там, не пойти, на эту утреннюю, ходила и все, ходила, я, конечно, благодарна, Господу, за этот опыт в моей жизни, написано, напрасно вы рано встаете, вы знаете, я вот, не выспавшись, я такая раздраженная, я помню, с Виолетой иду на эту вот, на эту утреннюю молитву, психую, и еще ору на нее, вот, а потом, она что-то обиделась, вот мы пришли, я там помолилась на языках, обратно иду, и думаю, что это вообще, не пойму, какой эффект вообще от этой утренней молитвы, что я вот рано встала, это как дисциплина, просто, вы знаете, вот как спартамское воспитание такое, вот что, то, что вот во мне именно вот это вот воспиталось, это дисциплина, она и пригодилась мне сейчас, но напрасно было в том, что я была раздраженная и перед молитвой, и после молитвы, вот, потому что написано, да, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, не идите холестичали, ну, это хлеб печали есть, а ты раздражен, значит, что-то тебя печалит, да, в твоей жизни, и вот, и ты поэтому раздражен, вот, написано, а возлюбленным своем Бог дает сумму, ле-е-е, то есть нам нужно ощущать себя возлюбленным, и что Бог нас любит, да, достичь ли там хоть сколько, вы знаете, я вот сейчас сплю, вот до последнего, и пока не выспусти, для меня вот вообще счастьем было, вот, когда я так умеровала, у меня было вообще счастье мне спать, знаете, вот сейчас я буду спать, это такое счастье, сейчас просто лечь и уснуть, такое счастье было для меня, просто лечь и уснуть, понимаете, в такой степени устала, ну вот, в Дышенгороде, там еще ходить много надо было, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, ну вот, ну, хотя мне было тогда 25 лет, ну, и как бы, на пинах было больше, чем сейчас, не знаю, больше или меньше, ну, короче, вот, ну, на тот момент я, ну, так уставала сильно на работе, и долго добираться до места, где я там снимала жилье, или жила где, куда меня там приютили, потому что я была в чужом городе, там всего жилья у меня не было, вот, поэтому Господь давал мне, там, то у одной бабушки поживу, то у другой бабушки поживу, там, то сниму там еще какое-нибудь жилье, вот, то братья, то сестры меня там приютят, вот, ну, как бы, они, я у них жила бесплатно, вот, и, короче говоря, так, долго я там не задерживалась, постоянно приходилось китаться, но у меня там другой, вот, тяжело было, конечно, вот, потому что, вот, там, организация религиозного проповеда, только то, что выгодно, это религиозная организация, понимаете, это вот, то, что вот мне лично нужно мне, вот, на данный момент моей жизни, там, как бы, не было такого, что, через личное отношение с Богом, там, я получила откровение о том, что мое тело может не тлеть, то, что мое тело может не тлеть, вот, с самого начала, когда только прочитала стихи, из священного писания, что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, я буквально поверила в это слово, что я никогда не умру, понимаете, что вообще я никогда не умру, даже тело не умрет, я сразу в это поверила, но когда я стала ходить в церковь, я смотрю, что-то проповедую о том, что, ну, тело умрет, да, вот душа, только которая будет жить вечную, тело-то, у всех типа тело умирает, в прах ты в прах возвратишься, все такое, это на основании священного писания, конечно, но это векший завет, понимаете, по новому завету, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, аллилуйя, имеет жизнь вечную, не все мы умрем, но все изменимся, я так вот цепилась за этот стих, аллилуйя, салон 3017, так, салон 3017, яви святое лицо твое, рабу твоему, спаси меня милостью твоею, аминь, слава Господу, это Давид, салон Давидов, вот, когда Иисус вошел в мою жизнь, это значит, Господь явил мне свое светлое лицо, и спас меня милостью твоею, потому что Иисус вошел в мою жизнь, Он спас меня с тобою, Иисус спас меня с тобою, Иисус это и есть милость Божия, да, и явил мне светлое лицо свое, светлое лицо, аминь, если в твою жизнь вошел Иисус, знай, что Бог тебя помиловал, что Бог дал тебе все самое лучшее, что Он явил тебе светлое лицо, светлое лицо, это то лицо, которое превосходит солнечное сияние, явил, глядя на это лицо, этот свет отражает, будет отражать твое лицо, будет отражать этот свет, да, аллилуйя, слава Господу, Иоанна 7,14, Иоанна 7,4, Иоанна 7,4, и Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным, если ты творишь такие дела, то яви себя милом, аллилуйя, то есть ученики говорили Иисусу, ну да, пусть только тебя весь мир узнает, ну зачем делать в тайне, то, что вот там, кричать, мертвец, ты говоришь, никому не говори, там что, ну явися в миру, да, ты же творишь такие дела, ты же хочешь, чтобы все узнали, да, что это возможно, как яви себя милом, вот, написано, это говорили его братья родные, которые в него не верили, которые не верили, что это Сын Божий, они не верили, вот, не верили в то, что Иисус это Мессия, братья его сказали, выйди отсюда и пойди в Иудеи, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне, ищет сам быть известным, то есть, если ты хочешь быть известным, ты не делаешь в тайне, да, ты не скрываешь, что, что, своих способностей, сверхспособностей, ибо и братья его не веровали в него, знаете, вот, насколько зависть от человека может погубить все дело Божие, знаете, вот, зависть людей, она может погубить тело, поэтому, порой Иисус приходилось раскрывать вот то, что он делает, потому что и так ему все завидовали, понимаете, вот, все ему завидовали, там, хотели его убить за это, из-за зависти, понимаете, и, даже если твое служение, оно успешное, вот, я одна, да, вот, организовала церковь, я одна делаю то, что я делаю, да, не знаю, люди смотрят, наблюдают, конечно, но они думают, как это она одна, она же должна там какую-то общину ходить, что это она одна там, елитичка какая-то, знаете, вот, начинают вот, завистники, завистники говорить о том, что-то вот, клевету какую-то кидать, да, в твое, на твое служение Богу, и так далее, все это из-за зависти, понимаете, вот, и поэтому, потому что не веровали, явись себя миру, говорит, говорят люди, они простые, хочешь, надо, чтобы твои дела были известны всем, да, да, и порой Бог, он не делает так, чтобы всем было известно о тебе, потому что завистников много, да, которые могут там, что-то навредить там, там, служению, или что, вот, поэтому я не расстраиваюсь из-за того, что там просмотров не так много, знаете, потому что не всякий способен принять то, о чем я проповедую, лучше ему вообще этого не слышать, пусть слушает там проповеди, какие-нибудь, ну, других церквях, которые, доступны для него, он еще может это вместить, вот, я даже сама то, о чем я проповедую, я сама думаю, вмещу ли я то, о чем я вообще проповедую, чтобы земля разверглась, вот, вот, мама Калина встала, вышла, вот, из могилы, вот, и ангелы небесные телепортировали ее домой живую, в полном здравии, можешь ли ты вместить вот это вот, сначала я сказала, когда уже каждый день я начала об этом молиться, как-то, знаете, вот, уже начинаешь верить, что такое возможно, вот, если будешь постоянно каждый день молиться об этом, вот, уже, то, что ты об этом помолился, это уже шаг веры, аллилуйя, это значит, ты веришь, что действительно это возможно, что Бог способен это сделать, конечно, Он может это сделать, и Он хочет это сделать, замене, потому что на основании Священного Писания время уже настало, когда даже мертвые, слушая глаз Сына Божия, живут, все это на основании Священного Писания, даже гробы откроются, и из гробов выйдут многие усопшие, святые явятся многим, да, и даже явились многим, да, когда Иисус воскрес и измертв, когда я провоцирую Иисус воскресе, да, вот, гробы многие должны открыться, да, вот здесь и сейчас, здесь и тотчас, Когда я вот приняла это слово, когда я поверила в это слово, когда я поверила, что Иисус умер и воскрес из мертвых, тогда это слово начало действовать в моей жизни. Я до 25 лет жила, и это слово, оно не действовало в моей жизни, до тех пор, пока я не приняла это слово, не начала в него верить, понимаете. Оно теперь, как бы у нас с Богом связь теперь, я теперь знаю. Да, ну, он вообще всех спас людей, да, он всех, все по грехам с преступлением, вот, были мертвы, вот, и Бог воскресил и посадил на небеса по Христе Иисусе. Ну, просто не все это знают, они все свою власть используют, да, не все, они пользуются тем, что Бог дал, не пользуются этими инструментами Божьими, понимаете. В результате их жизнь не такая, какой бы Бог хотел видеть, да. Если нам что-то Бог дает, оно просто лежит и пырится, как бы, ты не используешь, ничего не поменяется, да, в своей жизни. Вот, надо пользоваться, то, что Бог дает. Ну, вот, бывают люди, да, вот они покупают там что-то, но у них просто лежит и все, они этим не пользуются. Одежду какую-то покупают, красивую, но у них там лежит, 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 не одевают, не носят, она ничего не приносит там. Просто лежит и все, то есть они не используют, а нам нужно использовать все, что Бог нам дает. Нам нужно использовать дары Святого Духа, который нам Господь дал, да, те святые способности, которые Бог нам вручил. Использовать в своей жизни для славы Божьей. Аминь. Первый Иоанн 1.2 Первый Иоанн 1.2 Так. Первый Иоанн 1.2 Ибо жизнь явилась, и мы, дети, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Аминь. Слава Иисусу. То есть эта вечная жизнь была у Отца. Теперь она, знаете, у кого? Теперь она у нас. Аминь. Эта вечная жизнь. Вот. Я свидетельствую вам. Я вам, я вам, я вам возвещаю. Я видела, я свидетельствую, я возвещаю вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась мне. Потому что во мне живет Сын Божий, да? Аллилуйя. И жизнь явилась. Слава Иисусу. Я видела, и я свидетельствую. То есть я вам показываю, что я живу вечной жизнью. Я вам возвещаю всю вечную жизнь. Я вам говорю, что я и есть вечная жизнь, потому что я и Христос одно. Аллилуйя. Я сама себе дала эту вечную жизнь, потому что я и Отец одно тоже. Ну, я бы. Я сама явила эту вечную жизнь. Я сама так решила. Я сам так решила, да? Являть эту вечную жизнь. Я сам решила, да? Я и Христос одно. Я и Отец одно. Значит, я явилась. Значит, я свидетельствую о вечной жизни. Глядя на меня, видя меня, да? Я и есть это свидетельство. Видя меня, вы видите вечную жизнь. Аминь. Вечная жизнь выглядит так же, как я. Посмотри в зеркало. Скажи, я и есть вечная жизнь. Это новая заповедь. Скажи, я новая заповедь. И я есть вечная жизнь. Псалом 32, 9. Псалом 32, 9. Ибо Он сказал и сделал. Он повелел и явился. Слава Иисусу. Вот то, что ты повелишь, то и явилось. То и явилось. Приказывайте, братья и сестры, то, чему быть. Что вы хотите, чтобы было. Возьми, приказывайте. Пусть оно приходит. Да? Ибо Он сказал и сделал. Аллилуйя. Давайте будем верить в хорошее. Что приходит в нашу жизнь хорошее. Самое лучшее. Пусть оно является в нашу жизнь. Аллилуйя. Говорите это вслух. Вот. Который хочет сказать, да, вот, что плохое, да, случилось в твоей жизни, да, и вот обязательно надо сказать вслух. А не говори это вслух. Говори хорошее. Вот. У нас же природа Бога. Я сказала и сделала. Я повелела и явилась. Аминь. Пусть явится, да, все самое лучшее в мою жизнь. Да? Муж явится. Самый лучший, самый хороший. Такой, какого я хочу и какого я просила. Слава Иисусу. Так. Мои желания исполнятся, да. Оно как обриво жизни. Мои желания это Иисус. Что Он есть обриво жизни. Да? Когда ты смотришь в своего мужа, там должен отображаться в нем Иисус. Характер Иисуса, все. Способности Иисуса. Все Иисусова. Да? Иначе Он будет тебя разочаровывать. Если Он не похож на Иисуса. Если в нем что-то нету от Иисуса, будет разочаровывать. Поэтому надо, чтобы это был Иисус. Воплотить. Проявлен Иисус полностью. В твоем муже, который воплотит. Так. Псалом 32, 9. Иоанна 14, 21. Иоанна 14, 21. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его и Иисус ему сам. То есть, да, вот мне, например, да, вот написано, кто имеет заповеди и соблюдает их, тот любит меня. Хочется общаться с такими людьми, которые исполняют заповеди Божьи, понимаете. Вот я хочу с такими людьми общаться. Я даже сама могу прийти к таким людям, которые заповеди его соблюдают. Понимаете? Потому что написано, я явлюсь ему сам, да. Тот будет возлюблен Отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам. То есть, он сам явится. Я сама явлюсь туда, где соблюдать заповеди Божьи. Сама явлюсь. Да, мне не надо будет заставлять туда ходить. Вот. Если в тебе живет Иисус, ты захочешь, да, с такими людьми общаться. Но если приходишь, там, это самое сборчи сатанинское, ну, конечно, не захочется тебе туда приходить. Ну, Иисусу не захочется тоже являться туда, да. Там написано, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. То есть, любит Иисус, да. Ты приходишь, ты сразу же чувствуешь, любят тебя или нет. Вот. Там, куда ты пришел. Ощущаешь сразу, да, атмосферу. Там, любят тебя или не любят тебя. Вот. Если знаешь, что там тебя любят, любому захочется туда явиться. Да. Самому явиться. Любую. Да, если есть какие-то сомнения, да, там меня не любят. Это там, меня только использовать хотят, наверное. Как-то человек не хочет туда приходить. А вот. А когда чувствует, да, что его любит, да, сам туда является. Самым существом является туда, где его заповеди. Где его, кто, тот, кого любит отец, ну, это. Он повелел облакам свыше и отверстие. Двери неба. Аминь. Слава Иисусу. Я повелеваю облакам свыше и отверзаю дверь неба. Я открываю дверь неба. Аллилуй. Когда я вот проповедую, когда я поюсую песни, тем самым я открываю дверь неба. Один раз мне там написал, один мужчина сказал, что когда я слушаю песни, я летаю. Меня на небесах проявляют. Вот. Ну, не знаю, насколько это было искренне, но, короче, я такое услышала в свой адрес. И я думаю, что это и есть, да. Господь, который открывает небеса. Аллилуй. Слава Господу. Который повелевает. Так. Он повелел облакам свыше и отверг дверь неба. Аллилуй. Аллилуйя. То есть облака, они обычно закрывают, да, солнце. Вот. А ты вот повелеваешь облакам как-то в сторону отойти, да, чтобы солнце светило. Или наоборот, чтобы солнце закрылось, чтобы сильно не бегло. Вот. То есть ты повелеваешь, да, чтобы небеса открылись. Чтобы благословение небес изливалось в твою жизнь. Я повелеваю, да. Я повелеваю, я приказываю. Это и есть наша молитва, понимаете. Когда мы вот так вот, царство с вами. Когда мы как власть имеющие говорим. Не как книжники Харисы, как власть имеющие. Я повелела, и это случилось-то, да. С этой минуты у тебя все будет хорошо. С этой минуты ты здоров. Аллилуйя. Аминь. Принимай это. Это есть. Как власть имеющая. Ты проповедуешь, как власть имеющая. Причи. Бытие 28, 20. Бытие 28, 20. И положил Яков обед, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути, всем, в который я иду, и дат мне хлеб ей, и одежду одеться. Аминь. Аминь. И он смирил обратиться в дом своего власта. Господь будет с ним. То он носил камни. Этот камень поставил памятником. Это будет домом Божьим, сказал. То есть, видите, он сам решил так. Вот я решила, что эта квартира дома Божьим будет. Все. Теперь это дом Божьим. Все. И потому что Господь меня одевает, Господь меня кормит. Он всегда со мной. Он дом не заботится. Я Богу не ставила условия, если ты там не будешь кормить, надевать меня. Нет, я просто благодарю Богу за то, что Иисус меня спас. И вот благодаря тому, что я действительно верю, что Бог меня спас. Это как бы моя благодарность Богу. Потому что я вижу в этом смысл у меня жизни. Я вижу в этом то, что я делаю то дело, которое действительно важно. То дело, которое нужно для Иисуса Христа. Притча 20.13. Притча 20.13. Не люби спать, чтобы тебе не объяснить. Держи открытыми глаза твои, будешь досыта из хлеба. Это Соломон. Его плечи. Это в лесуедной жизни. Это не для лечения жизни. Не люби спать. Потому что в лесуедной жизни надо пахать, надо работать, надо вставать до рана, чтобы есть досыта. Это в лесуедной жизни. Говорит в притче Соломон. И чтобы у него было все золотое, чтобы у него там все, мудрость у него была такая. То есть он налагал такие налоги на людей, такие вот, в общем, они должны были там работать постоянно для дома Божьего, для его дома и так далее. Чтобы вот его царство процветало, его царство возвышалось и так далее. Чтобы мудрость, чтобы все говорили, какой Соломон мудрый, какой он крутой и так далее. Самый богатый, самый мудрый. Вот. И помните, когда Соломон уже умер, вместо него его сын занял престол, да? Он сказал, народ к нему простой пришел, сказал, вот, облегчи наши игости. Вот. Но он, наоборот, сделал еще тяжелее их жизнь. Понимаете? Это суетная жизнь. Это суетная жизнь, которая именно, да, если порядок в этом царстве Соломона был за счет того, что были налоги большие. Налоги большие, которые именно для того, чтобы все было золотое, для того, чтобы и в услуги там были все одеты. Вот. С иголочки, да. Пить золотых чаш, вот. А есть золотых тарелок и так далее. Каждый день менять свою одежду, вот. Он ни разу не одевал одну и ту же одежду, он каждый день менял. Вот. То есть, такой был богатый, такой был мудрый. А Бог ему дал богатство, знаете, почему? Потому что он не просил у него богатства и врагов, душ врагов своих. Он просил мудрости, чтобы управлять народом. Понимаете? Бог ему дал мудрость управлять народом. Ведь народ же сам хотел приносить, понимаете? Он не насиловал народ. Вот при нем, при Соломоне, народ хотел приносить и приносил. Вот как Рава появился, народ чуть не захотел приносить ему. Понимаете? Вот. И поэтому нужно было идти на уступки. Потому что ты не Соломон. А ты, а сейчас ты больше Соломона. Понимаете? Если ты больше Соломона, значит, мудрость у тебя больше, чем у Соломона. Теперь ты ходишь по золотым дорогам уже. Да? Ты уже ходишь по золотым улицам. То есть, у тебя должно быть такое мышление, что ты сейчас ходишь по золотым улицам. Ты живешь в доме драгоценных камнях. Вот. У тебя все самое лучшее. Аминь. У тебя круче, чем у Соломона. У тебя больше, чем у Соломона. Потому что ты сын Божий. Аминь. То, что Божие, все твое. Все наследство, которое принадлежит Отцу. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит мне. Скажи, все, что принадлежит Небесному Отцу, принадлежит мне. Аминь. Аминь. Видите, все хотели попасть на то место, где Иисус сотворил чудо. Он сотворил чудо, накормил там 7 тысяч человек. И вот хотели просто посмотреть на это место, где это произошло. Было там много лодок по благословению Господним. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, они учеников, и вот вошли в лодки, приплыли в Капиарна, умещая Иисуса. То есть посмотрели на то место, где там хлеб он сотворил чудо. И на место посмотрели, его там нет, учеников тоже там нет. И стали его искать. И Иисус говорит, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище пленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свой Отец Бог. Вы знаете, вот людям нужны чудеса. Ну вот я хочу, говорю, искать их самобранку. Ну я вот хочу искать самобранку. Зачем тебе искать самобранку? Ну не само чудо, знаете, интересует. Ну не само чудо вот интересует. А то, что я поем, я буду скрытой. Вот так же люди, да, вот они. Искали Иисуса, потому что они ели хлеб и насытились. Это не потому, что они увидели там чудо. Не из-за этого, а из-за того, что, ну вот, самая насущная их проблема была удовлетворена. Голод. Понимаете, голод был удовлетворен. Ну точно. Вот. То есть жизненно необходимый ресурс Бог Он дал. В первую очередь. Первая Коринфянам 10-17. Артем, здесь нельзя играть. Потом будешь играть, когда закончится богослужение. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Аминь. Говори Аминь, раз ты уже пришел на богослужение. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Аминь. Где бы этот хлеб не находился, вот, да, вот я вот причащался, но в начале богослужения. И вы там держали свой хлеб, да, свое вино. Вот. Это мы причащаемся от одного хлеба. Все. Мы одно с вами тело. Мы многие одно тело. Все причащаемся от одного хлеба. Аминь. Потому что мы с вами вообще не находимся. Иоанна 6.11. Иоанна 6.11. И вот тот хлеб, который я ем, это то слово, которое сегодня звучит. Вот. Если вы с ним соглашаетесь, да. Вот то, о чем здесь проповедуется, то, о чем здесь говорится. Иоанна 6.11. Иисус взял хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, ученики возлежавшим. Так же и рыбы, сколько кто хотел. Аминь. Аминь. То есть, удовлетворен был, да. Даже вот количество хлеба, вот масса хлеба, сколько нужно имело, сколько кто хотел. Вот. Бог удовлетворил эту потребность. Марка 6.44. То есть, не так, чтобы вот чуть-чуть на тебе, чуть-чуть, да. Вот именно, чтобы насытили. Так. Марка 6.44. Марка 6.44. Было же еших хлебы около пяти тысяч мужей. Аминь. Плава Иисусу. Аллилуйя. Слава Господу. Ели все и нацветили. То есть, Бог накормил пять тысяч мужей, да. Не считая женщин и детей. Осторожно, не за день провод, пожалуйста, а то контакт отойдет. Сядь, пожалуйста, на диван. Аллилуйя. Иди в этот зал. Аллилуйя. Слава Господу. То есть, много человек накормил. Один. Понимаете, он один. Накормил много. Аллилуйя. И я вот одна, я могу накормить много. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Ты один можешь много сделать. Аллилуйя. Слава Иисусу. Потому что, на самом деле, ты один Бог на любовь. Потому что мы одно тело с Иисусом Христом. Давайте с вами споем. Песня молитвы, которая называется «Небушка». Она родилась 7 июля 2022 года. «Молитвы, друг, мой, песни, молитвами со мной». Так, контакт отошел. Один. Один, один. Все-таки я пришел в контакт. Почему? Почему? Потому что ты ходишь тут. Это тоже мой. Ну, тут дергал и это. Ломалось все. Красиво. Для этого плохой контакт. Смините, господи. Да, коров. Видишь, ты вот тут поиграл, и всё. Зачем ты тут ходил? Зачем ты ходил? Зачем ты ходил? Может, ты выйдешь? Может, из-за того, что ты зашёл? Он хочет работать. Нет? Не из-за тебя? Ну ладно, не из-за тебя. Не хочет работать. Так. Куда делась эта штука? Куда делась? Ты не трогал ничего? Нет. 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 Один. Один раз. Где-то лук. 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 лук. Дорогой. Иисус. лук. Иисус. Иисус. лук. 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 Иисус. лук. 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 лук.